Дорогие друзья, я рада вас всех приветствовать. Давайте сделаем с вами общий расклад на тему, какие перемены произойдут в вашей жизни в ближайшее время. Итак, первая, вторая, третья, четвертая позиции. Выбирайте свою и смотрите соответствующее видео. Итак, первая позиция. Ну, здесь все, что связано с правдой. Оракульно отыгрывается карта правосудия. Если нужно кому-то что-то доказать, докажете. Нужно будет принять какое-то решение, примите, выясните правду, выведите кого-то на чистую воду. Справедливость здесь восторжествует. Также у многих могут отыгрываться вопросы, связанные с юридическими аспектами заключения договоров, оформления каких-то обязательств, документов и так далее. У кого-то могут отыгрываться заключения либо расторжения брака. Все-все-все, опять же, правовые юридические аспекты. Но нужно сказать, что это будет не так быстро, как хотелось бы. По умеренности, как правило, сам процесс, он немножечко затягивается. Но, тем не менее, здесь все-таки вот эти вот юридические, либо же моменты, связанные с переменами, они осуществятся. После чего ваша жизнь кардинально поменяется. Итак, вторая позиция, но опять старший аркан, положительная карта звезда. Для многих это достижение желаемого. Причем такое желаемое, которое вы прям давно желали, шли к этой цели. Для кого-то это не просто достижение желаемой цели, но и постановка новых каких-то себе целей, новых горизонтов, новых надежд. Также здесь может отыгрываться известие издалека, причем весьма положительное. Давайте подробнее посмотрим. Колесо фортуны. Да, здесь вот именно какое-то может известие к вам прийти издалека, которое будет способствовать благоприятным, благополучным переменам в вашей жизни. И вполне вероятно, что это связано с любовью, но в любом случае известие будет положительное, и оно вас, несомненно, порадует. У большинства здесь известие либо от мужчины, либо о мужчине. Итак, третья позиция, двойка жезлов. Здесь больше про принятие решений, про выбор, который необходимо сделать. И уже от этого вашего выбора будут зависеть, собственно, перемены. Связано это, скорее всего, с работой, с трудовой деятельностью. И здесь больше, знаете, ну, младшие арканы – это что-то такое рутинное. Это не кардинальные перемены. Это спокойное, размеренное какое-то ваше дело, которое вы продолжаете. Здесь как продолжение начатого. Такое ощущение, что у вас стоял вопрос о том, чтобы завершить какое-то дело, либо продолжить. Так вот, судя по всему, вы продолжите. Судя по всему, вы включитесь в этот процесс, когда нельзя бросить то, что вы делали. А основываясь на тот фундамент, который вы уже выстроили, нужно двигаться дальше. Итак, четвертая позиция, восьмерка жезлов. Вообще, это также про достижение целей, про получение какой-то важной информации, либо про поездки. Поэтому у каждого свое. Кто-то получит известие, кто-то отправится в поездку, кто-то достигнет желаемой цели. И вы знаете, ну да, здесь как новые возможности, новости приятные, подарки какие-то, сообщения, которых вы ожидали. Такое чувство, что вы ждали чьей-то поддержки. То есть кто-то должен был дать вам добро, поддержать вас, согласиться в чем-то, для того, чтобы двинуться вперед вам вот в команде, в позиции победителей. И, скорее всего, ответ человека, который вы ждали, да, вот этот ответ, он будет положительный и благоприятный для вас. Несомненно, это вас порадует.